Этой весной на выставке «Строительная техника и технологии» марка Jack показывала фургончик с Андрой, одноклассника Нижегородской Газели и Фордовского Транзита. Притом внешняя модель сильно напоминает мерседесовский спринтер прежнего поколения. Сама машина – это стандартный цельнометаллический фургон, в который доработчики готовы врезать стёкла и вставить сиденья, получив автобус. Под капотом скрывается двухлитровый турбодизель отдачей 150 сил, с которым состыкована шестиступенчатая механика. И вот, как стало известно телеканалу Автоплюс, Jack с Андрой нашёл первую серьёзную работу. В набережных Челнах ультракороткую пассажирскую модификацию китайца выбрали для организации перевозок по требованию. Что это такое? Человек через мобильное приложение вызывает машину, а система указывает ближайшую точку посадки. К подъезду жилого дома заказанный микроавтобус, конечно, не подъедет, но идти пассажиру придётся не дальше 500 метров. То же и с местом высадки. На выходе получается нечто среднее между такси и маршруткой. Разработкой сервиса, который позволит перевозчикам частично отказаться от фиксированных линейных маршрутов, занималось дочернее подразделение концерна КАМАЗ, а назвали новый формат перевозок Челнок. Справедливости ради отметим, что перевозки по требованию были впервые организованы на территории Новой Москвы. Приложение по пути повысило транспортную доступность района, помогая жителям быстрее и безопаснее добираться до метро, МЦД и МЦК. От высоких технологий к привету из прошлого. Ульяновский автозавод начал предлагать покупателям внедорожники с инжекторными двигателями класса Евро-0. Такой мотор можно заказать для Хантера, Буханки и Головастика. Скажем, Хантер Евро-0, лишённый каталитического нейтрализатора, дилерам рекомендуют продавать по цене 1 миллион 375 тысяч рублей. Такая же модель, но отвечающая классу Евро-5, обойдётся покупателю дороже на 20 тысяч рублей. УАЗ прежде делал грязные модели только по заказам от военных и полиции, а сейчас такую технику решили предложить и широкому потребителю. Учитывая внедорожный образ жизни большинства владельцев УАЗиков, это предложение может оказаться весьма интересным. И для справки, в России сейчас формально действуют нормы Евро-5, однако этой весной федеральное правительство временно разрешило продажу упрощённых автомобилей, для которых, среди прочего, допускается и понижение экологического класса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова